Всем юу, ребятки, с вами Сильвез. Сегодня я буду рассказать вам о маунте. И это один из самых редких маунтов в игре. Это Monocross. Вот такой вот единорог. Он открывается полностью за World Exploration, но нюанс такой. Вы сейчас в этом кайде получите информацию, как получить все четыре части последовательно и довольно просто. Но последняя часть будет доступна только когда откроется полностью зимняя локация. Так как один из сундуков для того, чтобы получить этого маунта, сейчас закрыт. И на нем таймер овер до хера. И он даже еще не переведен на английский язык. Над ним висит корейская, китайская надпись. Поэтому получить его будет легко, но через какое-то время. В любом случае этот гайд будет актуален и можно его использовать. Итак, первый степ, первая часть. Нам нужно будет приготовить приманку. Что это за фигня? Нам для этого нужно будет два ингредиента. Первый это Brown Reese, а и второе это Fiddlehead. Чем больше, тем лучше. В готовку их можно запихать максимум 15, поэтому советую собрать максимум риса и максимум Fiddlehead. Итак, рис собирается в локации Space Rift возле Raincolor Island. Вот здесь, вот на этом поле, его здесь довольно много. Просто выходите отсюда и начинаете его пылесосить. Риса, как я уже сказал, нужна штук 20-30. Но это все зависит от вашей удачи, потому что чем больше вы загрузите в, собственно, ваш готовительный модуль этих ингредиентов, тем больше вы можете полутать, чем большим шансом. А второй ингредиент нужно получать немного в другом месте. За вторым ингредиентом мы летим на телепорт в Benjus MT Targus. Здесь этого Fiddlehead много. В целом, вы можете и не собирать ничего, потому что, если вы узнали об этом гайде, будучи на высоком левеле персонажа, у вас наверняка насобрано всякой вот этой вот фигни много. Но в любом случае, есть вот локация для вас, в которой можно будет его пособирать. Итак, следующий этап. С помощью ингредиентов ищем кукинг-машину любую. Заходим в нее, нажимаем Creation и запихиваем сюда по максимуму пшеницу и наш Fiddlehead. Как видите, максимальная quantity 15, поэтому чем больше вы запихаете, тем больше шанс того, что дропнется именно нужный рецепт. Но я вот запихаю, давайте, 7 пшеницы и 7 Fiddlehead. Готовим. И, ну, как бы, надеемся на шанс. Вот. Fiddlehead Pie. Отлично. То, что нам и нужно, мы сделали. Во-первых, это неплохая еда. Во-вторых, конкретно эта еда нужна нам для того, чтобы перейти к следующему шагу. Итак, сейчас будет четвертый шаг. Минуточка exploration. Я просто, скорее всего, ускорю видосы. И вы по маршруту добежите сами туда, куда надо. Вот, собственно, мы добегаем сюда. Забираем отсюда Strange Residue. Обежали мы от парламента. Space Rift The Lab. Итак, далее, после того, как мы забрали эту штуку, уворачиваемся на телепорт The Lab. И разворачиваемся мордой к боссу Сабек. Просто дауним вниз. После этого нам нужно будет найти квестера. Квестер хитро запрятан. Вот здесь вот примерно вы начинаете парить уже. Сворачивайте в левую сторону, чтобы не карабкаться нигде и ничего не делать. Тут будет такая вот хитрожопая стрелочка, которая как бы показывает нам, что парни, здесь что-то, ну, типа нужное. Доктор Спокер. И вот здесь нужно будет проявить смекалочку. Нажать на Z и проползти. Этот доктор. Говорим с ним. Hand over the residue. Yes. Бла-бла-бла. Of course you did. Да-да-да. В общем, просто говорите, с ним можете скипнуть. Отходим. Говорим еще раз. Extract right now. Так. Он рассказывает нам, где что достать. И, собственно, дает War Extract. Это экстрактор руды. И идем далее. Следующий шаг после нашего доктора. Возвращаемся назад в The Lab и бежим в то же место, где мы собирали кусочек. Что ж, в этом месте мы видим здесь три девайса, которые позволят нам решить головоломку, если у нас есть определенные устройства. Как выглядит головоломка? Подходите, активируйте вот этот девайс. Говорите с ним. Бла-бла-бла. Yes. И вам нужно будет экстрактнуть Gear 1. На этом девайсе мы ставим Gear 1. На этом девайсе нам нужно будет, соответственно, поставить Gear 2. Yes. Switch to Gear 2. Yes. И на следующем аналогично Gear 3. Головоломки в этой игре не сильно сложные. И в целом, если бы вы не знали последовательность, то угадать ее из трех переменных не очень сложно. Активируем. И у нас запускается вот такое вот бурение горы. Происходит бабах. И дропается нужная нам часть единорога. Orchank. Получаем дофига экспириенса. Dark Crystal, Gold Middles и Unicorn Power Core. Это первая часть нашего единорога. Следующий шаг вообще какая-то безумная вылазка в лабораторию сумасшедшего ученого. Вам нужен будет глайдер и джетпак. И локация зима. Примерно вот здесь нам нужно попасть вот в этот вот кружочек. И ворваться в лабораторию. Так, код Locked. Здесь код. Пароль у нас 7092. И мы попадаем в лабораторию. Далее начинаются вообще безумные танцы с плясками. И здесь нужно будет обходить некоторых вот таких вот патрулеров. Чтобы, собственно, пройти далее. Патрулеров можно проходить разными способами. Но советую вам оббежать по левую часть. Здесь ходят вот такие вот крабики. Которые постоянно поворачивают. Нам нужно будет найти в этой огромной лаборатории нужное нам место. Для того, чтобы скоммуниздить у них этот самый лек-под. Я сейчас ускорю видос. Просто покажу вам на ускорении, как это все делать. Как видите, еще одна стрелочка. Указывающая на нужность. И мы добегаем до нашего заветного кейсика. Special Supply Pod. Карту, к сожалению, показать не могу. Но на видосе можно будет разобраться, куда бежать, куда сворачивать. В целом, вам нужно будет идти просто по контрольным поинтам. Вот этим вот ходящих маленьких мили-крабиков. Open him его. И получаем награду. Куча Exploration. Expou. Кристаллы. Nucleus. И Unicorn Bionic Frame. Соответственно, у нас для Unicorn уже есть с вами две детали. Переходим дальше. Ну, а следующий этап, о котором я говорил, откроется только после того, как зима full запустится. Нам нужно будет протануться на телепорт, который называется Snow Peak. Вот в этом месте. Ну, вы их, естественно, откройте. Будете Exploration разведывать. Вот. И, соответственно, забраться на вот эту гору. Именно вот этот кейс будет третьим элементом в добыче Unicorn'а. Или Crown Cross'а. Или Единорога. Как хотите его называть. И он закрыт. Закрыт он по причине того, что мы сейчас как бы находимся в территории, которая типа недоступна для того, чтобы люди здесь бегали. Ее можно эксплорить, ее можно убивать мобов. Мобы здесь 40 левел. Ну, естественно, они скелятся под вас. Если он 42-й, значит, фактически он является 45-м. Так что вот эту вот, вот этот кейс конкретно вы не заберете в ближайшее время. Но знайте, что вот здесь, вот конкретно тут, находится третья часть Единорога. Поэтому, как только зима откроется, вперед бегать, доставать и катать на Единорогах. Теперь переходим к четвертой ступени. Ну и последний этап. Голова. Если вы действительно думали, что все так просто будет, что разработчики дадут такого классного маунта за просто так, то, ну, спешу вас разочаровать. Вот здесь вот есть Mines возле Crow Omnium Tower. Вот этот вот Small Stronghold. Здесь есть мобчик, которого зовут Эбер Диволт. Этот парнишка выпадает, имеет шанс на то, чтобы вам выпала голова. И знаете, какой шанс? Шанс 0,5%. Я сейчас при вас его убиваю в первый раз, и я очень сомневаюсь, что мне дропнется эта голова. Ну, как минимум, потому что она очень редкая. Но, типа, спешу вас прежде всего порадовать. У вас очень много времени, потому что третий модуль вы все равно не получите в ближайшее время. И у вас есть время пофармить конкретно этого моба. То есть Эбер, в целом, ну, из-за милипидрического шанса можно будет фармить его по КД. Все мы знаем, что у элитников существует респаун. Этот респаун можно будет нивелировать. И, собственно, пока вы это нивелируете, ждете, можно будет фармить альтернативную мобу, про которую я сейчас расскажу. Но шанс в 0,5%, конечно же, удручает. В любом случае, первые три парта собираются очень просто. Ну и вот вам альтернативный спот этого моба. Он находится рядом с Майнсами, возле телепорта Парламент. Проще лететь к нему с телепорта Норзен Маунтейнс. Вот этот вот Small Stronghold. И здесь стоит еще один этот моб. Ну, как бы, я сильно сомневаюсь, что кто-то из вас в ближайшее время выбьет голову. Но я также сомневаюсь, что в ближайшее время откроется зимняя локация. Потому что на сундуке, насколько я видел, стоит таймер выше 99 часов. В общем-то, на этом у меня все. Я показал вам, как достать все четыре части Юникорна, Монокросса, как хотите называйте. Это один из самых привлекательных маунтов, которые есть здесь. Я, в принципе, по своей натуре очень люблю маунтов. У меня в Варкрафте больше 300 маунтов. Это супер не нужно. Но в этой игре маунтов поменьше. И в целом все они достаются довольно интересными способами. Вот. Как я уже сказал, Юникорн, первые две части вы достаете сейчас. Киберлимпсы вы достанете с сундука в зиме. А голову придется выбивать. 0,5%. Ну что ж, я надеюсь, что в ближайшее время, когда откроется зима, кто-нибудь на нашем сервере, а я напоминаю, мы играем на Элюпиуме. Если кто-то желает вступить к нам в гильдию, пишите в комментарии. Название сервера я оставлю также. Вот. Надеюсь, в будущем мы будем бегать на вот таких вот монокроссах. И их, скорее всего, можно будет красить. Представляете? Девчонки. Розовый. Розовый механический единорог. Представляете, насколько это круто. Так, ладно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки или дизлайки. И до новых встреч.